Счастье Счастье Знаете, так бывает, и все равно, что завтра весь этот мир исчезнет с полохами костра. Счастье, оно навечно, призрак того театра, где мы играли роли, пусть не свои, вчера. Знаете, так бывает, это совсем не больно. В отпуск отправив фразу, тихо сходить с ума, просто однажды, знаешь, скажешь, с меня довольна. Анестезией в душу снова вползет туман. Знаете, так бывает, просто поймешь, что счастье это совсем немного. Может быть, ничего. Может быть, просто танец пальцами на запястье. Главное — человека, каждому своего. Антон Павлович Чехов. Молодая рыжая собака, помесь такса с дворняшкой, очень похожая мордой на лисицу, бегала взад и вперед по тротуару и беспокойно оглядывалась по сторонам. Изредка она останавливалась и, плача, приподнимая Тозю одну озябшую лапку-то другую, старалась дать себе отчет, как это могло случиться, что она заблудилась. Она отлично помнила, как она провела день и как, в конце концов, попала на этот незнакомый тротуар. День начался с того, что ее хозяин, столяр Лука Александрович, надел шапку, взял под мышку какую-то деревянную штуку, завернутую в красный платок, и крикнул «Каштанка, пойдем!». Услыхав свое имя, помесь такса с дворняшкой вышла из-за перстака, где она спала на стружках, сладко потянулась и побежала за хозяином. Заказчики Луки Александровича жили ужасно далеко, так что, прежде чем дойти до каждого из них, столяр должен был по нескольку раз заходить в трактир и подкрепляться. «Каштанка» помнила, что по дороге она вела себя крайне неприлично. От радости, что ее взяли гулять, она прыгала, бросалась с лаем на вагонной комнатной железки, забегала во дворы и гонялась за собаками. Столяр то и дело терял ее из виду, останавливался и сердито кричал на нее. Раз он даже с выражением алчности на лице, забрав в кулак ее лисье ухо, потрепал и проговорил с расстановкой. «Чтоб ты издохла, холера!» Побывав у заказчика, Лука Александрович зашел на минутку к сестре, у которой пил и закусывал. От сестры он пошел к знакомому переплетчику, от переплетчика в трактир, из трактира кум. Одним словом, когда каштанка попала на этот незнакомый тротуар, то уже вечерело, и столяр был пьян, как сапожник. Он размахивал руками и, глубоко вздыхая, бормотал. «Вогресь их, родимя, мать его, утробе моей! Ох, грехи, грехи! Теперь вот мы по улице идем и на фонарики глядим, а как помрем, в гиене огненной гореть будем». Или же он впадал в добродушный тон, подзывал к себе каштанку и говорил ей, «Ты, каштанка, насекомое существо, и больше ничего. Супротив человека, ты все равно, что плотник, супротив столяра». Когда он разговаривал с нею таким образом, вдруг загремела музыка. Каштанка оглянулась и увидела, что по дороге прямо на нее шел полк солдат. Не вынося музыки, которая расстраивала ей нервы, она заметалась и завыла. К великому ее удивлению, хозяин, вместо того, чтобы испугаться, завизжать и залаять, широко уносит, вытянулся во фронт и всей пятерней сделал под козырек. Видя, что хозяин не протестует, она еще громче завыла и, не помня себя, бросилась через дорогу на другой тротуар. Когда она опомнилась, музыка уже не играла, и полка не было. Каштанка перебежала дорогу к тому месту, где оставила хозяина. Но, увы, столяра уже там не было. Она бросилась вперед, потом назад, еще раз перебежала дорогу, но столяр словно сквозь землю провалился. Каштанка стала обнюхивать тротуар, надеясь найти хозяина под запаху его следов. Но раньше какой-то негодяй прошел в новых резиновых калошах, и теперь все тонкие запахи мешались с острой каучуковой вонь. Так что ничего нельзя было разобрать. Каштанка бегала взад и вперед и не находила хозяина. А тем временем становилось темно, а обе стороны улицы зажглись фонари. И в окнах домов показались огни, шел крупный и пушистый снег. Он красил в белое мостовую, лошадиные спины, шапки извозчиков. И чем больше темнел воздух, тем белее становились предметы. Мимо каштанки, заслоняя ей поле зрения, безостановочно взад и вперед проходили незнакомые заказчики. Все человечество каштанка делила на две очень неравные части. На хозяев и заказчиков. Между теми и другими была существенная разница. Одни имели право бить ее, а других она сама имела право хватать за игры. Незнакомые заказчики куда-то торопились и не обращали на нее никакого внимания. Когда стало совсем темно, каштанкой овладели отчаяние и ужас. Она прижалась к какому-то подъезду и стала горько плакать. Целодневное путешествие с Лукой Александровичем томило ее. Уши и лапы ее озябли. И к тому же она была ужасно голодна. За весь день ей приходилось жевать только два раза. Покушала у переплетчика немного клейстеров. Да в одном из трактиров под прилавком нашла колбасную кожицу. Вот и все. Если бы она была человеком, то, наверное, подумала бы. Нет, так жить невозможно. Нужно застрелиться. Спасибо. 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 Спасибо.